Так, а поднимите руку, кто был на предыдущей лекции вводной мэй. Окей, не все. Хорошо. Смотрите, о чем я хочу сегодня рассказать в плане рекомендательных систем. Наверное, мне не стоит сюда заходить. План будет примерно такой. Я расскажу примеры применения рекомендательных систем, и что обычно подразумевает под термином рекомендательная система. Также я расскажу затем, пункт 2, про алгоритмы предсказания поведения пользователей. Когда вы будете, допустим, с Data Science общаться про рекомендательные системы, скорее всего вы будете общаться про пункт 2. Несмотря на то, что на практике это шире, чем пункт 2, но с точки зрения алгоритмов, машинного обучения, какой-то аналитики, точнее даже статистики, это скорее про пункт 2. Просто чтобы вы понимали, о чем идет речь. Дальше, третье, я расскажу про измерение качества рекомендаций. Довольно бегленько, потому что эта тема бесконечно глубокая. Дальше расскажу про более продвинутые алгоритмы, чем в пункте 2. То есть про алгоритмы предсказания поведения пользователей после рекомендации. То есть не просто сказать, что пользователь скорее лайкнет или дизлайкнет фильм какой-нибудь, а вот понять, он скорее посмотрит после того, как мы ему показали рекомендацию, или не посмотрит. Более сложная задача. Ну и в заключение расскажу некие практические аспекты и некое будущее, куда движется вообще область рекомендательных систем. Ну давайте начнем. Немножко о себе. Ровно тоже слайд, что был на предыдущем докладе. Почему я вообще об этом рассказываю? Я руковожу анализом данных в компании Rabels, она же за рубежом SBD и групп. Преподаю машинное обучение в школе анализ данных Яндекса и занимаюсь исследованием аспиранта в Сколтехе. В прошлом работал в Яндексе в отделе машинного перевода, потом машинного интеллекта, разными штуками связанными с машинным обучением занимался, внедрял их в разные куски Яндекса. И учился в МГУ тоже по тематике связанный. В этом плане у меня все довольно монотонно. Вот про компанию Rabels вы скорее всего не слышали. Вот работаем в основном с банками, не только. С разными банками в России, за рубежом. Окей, давайте начнем содержательную часть доклада. Примеры рекомендательных систем. Собственно, сейчас я по ним пробегусь кратенько. Но сначала хотел бы рассказать некую предысторию. У рекомендательных систем есть такой, наверное, важный чекпоинт, вообще как у области. Это примерно 2007 год. Ну там 2006-2009, если быть точнее. Есть такая компания Netflix. Поднимите руку, кто знает, что такое Netflix. Окей, для тех, кто не знает. Хотя, конечно, большая часть знает. Это провайдер стримингового видео. Это в основном сериалы, фильмы, какие-то передачи через интернет. Очень популярный в Америке. То есть люди включают не первый канал или второй канал, а включают Netflix и смотрят сериал. И там как раз у них очень важную роль в продукте играет рекомендательная система. Им нужно завлекать пользователей, вовлекать, удерживать их и так далее. И вот они, по-моему, в 2006 году запустили конкурс, Netflix Price называется, где выложили для того времени очень большие данные, но они по сей день не маленькие, но тогда было феноменально, по пользовательской истории, кто что смотрел. Там были, боюсь немножко соврать, но точно десятки тысяч пользователей и десятки тысяч фильмов, и там многолетняя история просмотров, лайков, дизлайков и так далее. Ну, точнее, рейтингов, кто как что оценил. И нужно было там по некой метрике качества спрогнозировать в будущем, вот какие пользователи, какие фильмы скорее полайкут или по дизлайкут. Вот такая была задача. И, собственно, это дало большой толчок вообще всей индустрии, и область существенно выросла. То есть те, кто участвовали в этом конкурсе, Netflix Price, там заняли топовые места. Там выигрыш брала только первая команда, но там все, кто заняли там топ сколько-то мест, потом основали свои отдельные компании, которые занимались рекомендательными системами. То есть очень большой толчок индустрии дало. Он, собственно, интерфейс Netflix. На самом деле он очень старый, просто из Google картинок скачанный. Сейчас он куда более красивый, но вот это вот так их сайтик выглядит. Здесь какие-то там фильмы, можно выбрать, посмотреть. Ну, другой пример рекомендательной системы. Например, заходите на Amazon, и там будет баннер. Вам порекомендуется там несколько товаров. Ну, в разных местах понятны будут рекомендации. Но вот, видите, рекомендуется iPhone, тоже старенький, наверное, скриншот. iPhone 6 Plus и вот какая-то гитара в соответствии с интересами. Вот мне такое порекомендовалось. Дальше онлайн музыка. Вот, например, это скриншот из Google Play Music. Вы можете нажать кнопочку «Мне повезет», и вам сгенерируется плейлист на основе ваших предыдущих прослушиваний. Вот как бы я лично фанат конкретно вот этой рекомендательной системы, потому что она делает это очень круто. Она реально рекомендует треки, которые я бы сам никогда не узнал, которые мне действительно нравятся, они разнообразные, и там еще много всяких интересных нюансов. Поподробнее потом поговорим о том, как это можно формализовать и измерить подобные вещи. Дальше. Интернет-поиск, интернет-реклама. То есть вообще, на самом деле, когда люди говорят про рекомендации, часто это очень синонимично и близко к персонализации. То есть, допустим, можно делать просто поисковую систему, а можно сделать ее персонализированной, чтобы понимали, если вы там скорее никого не хочу обидеть, там домохозяйкой вбиваете слово «Наполеон», то вы скорее ищите торт, а не что-нибудь там, а не Бонапарта, да, или что-нибудь в этом роде. Ну, в общем, идею поняли. Соответственно, и основное, наверное, применение, очень такое денежное, это интернет-реклама. То есть, когда вы заходите там на Яндекс или просто на какой-то сайт, вам Яндекс.Директ подсовывает, подсовывает, соответственно, персональные баннеры какие-то, которые основаны на вашем предыдущем поведении и аналитике других пользователей, похожих на вас. Другой пример, с которым вы очень хорошо, наверное, все знакомы, который как бы немножко продуктово устарел, хотя в ближайшее время будет бум развития всего этого дела активной, это персональные, ну, короче, банковские кросс-продажи. То есть у банка основной KPI – это допродать вам что-то. То есть когда вы оформляете карточку, карточку какого-нибудь там, очень, в общем, выгодную карточку с кэшбэками и прочим, банку эта карточка почти в ноль обходится, и банк зарабатывает на том, что потом вам хочет что-нибудь допродать. То есть часто эти продукты даже убыточные. Это основной бизнес банка в том, чтобы вам что-нибудь допродать. Вот вы наверняка встречали вот эти смс-ки, возьмите ипотеку там под столько-то процентов. Нужно понимать, что с продуктовой точки зрения рассылать вам смс-ки такие рекламные не очень-то воспринимаются, но сейчас как бы банки активно это меняют, и сейчас все будет значительно более клево в ближайшее время. Вот мы как раз в этом месте занимаемся в компании. такими историями. Соответственно, давайте поймем, как в простейшем виде можно было бы сделать вот такой алгоритм, который бы что-то рекомендовал. Ну, простейший способ что-то порекомендовать, это просто попытаться понять, а вот в будущем этот человек полайкает, не полайкает этот фильм, или посмотрит, не послушает, не послушает эту песню, или что-то в этом роде. Соответственно, и просто потом, имея такой алгоритм, который умеет предсказывать с какой-нибудь точностью для каждого человека и для каждого фильма, вот это вот, можно взять и просто, допустим, я зашел на сайт, система должна взять, для всех фильмов предсказать вероятность того, что я поставлю им лайк, выбрать топ по этому критерию, и показать мне в качестве рекомендации. Вот такой интуитивный подход. У кого-нибудь есть вопросы по такой идее? Вроде очень понятно, интуитивно. Просто предсказать, скорее, я поставлю лайк или не поставлю, а потом выбрать наиболее вероятные с точки зрения лайка фильмы. То есть у нас есть какие-то исторические данные, мы знаем, что там пользователи что-то смотрели, ели, неважно, это такой модельный красивый пример просто нарисован. Там ставили лайки, допустим. Можно это записать, например, в виде такой матрицы, если у нас есть данные о лайках и дизлайках. Такая самая простая задача есть, негативный, отрицательный фидбэк, лайки и дизлайки. Собственно, давайте сейчас небольшой ликбез, это то, что было на предыдущей лекции, буквально за полторы минуты пробегусь. Есть разные методы машинного обучения, которые отнюдь не только в рекомендациях применяются. Если кратко, то задача почти всегда формулируется, ну, очень часто формулируется следующим образом. Просто есть какая-то матрица обучающая, где каждая строчка – это обучающий объект, и каждый столбец – это признаки. И мы хотим что-то предсказывать. Точнее, у нас есть данные о целевой метке, что мы хотим предсказывать. И мы хотим для новых объектов, зная их признаки, предсказать эту целевую метку. Например, у нас есть исторические данные о пациентах, с их симптомом, то есть каждая строчка – это пациент, каждый столбец – это какой-нибудь симптом, анализы чего-нибудь в крови и так далее. И целевая метка. Человек склонен заболеть чем-то или не склонен. И нам нужно для новых данных, только по их симптомам предсказать, для новых людей только по симптомам предсказать, соответственно, человек скорее склонен, нет, и принять какие-то превентивные меры. Соответственно, есть разные методы. Вот почти все, использующиеся на практике, это вот такие. Есть метод ближайших соседей. Мы просто можем вот в этом многомерном пространстве признаков искать ближайшие объекты к нашему текущему. То есть пришел новый пациент, ищем того, который больше всего похож на него с точки зрения симптомов, обучающих выборки, и говорим, что вот склонность такая же. Есть всякие линейные полиномиальные методы, можем просто такие обучить веса, с которыми нужно просуммировать признаки, чтобы получать предсказания правильные. Там вероятность, к примеру, заболеть, или вероятность склонности. Дальше можно обучать нейронные сети, это нечто более сложное. Это тоже, в общем, большое суммирование с весами, просто многократно повторенное в самых изощренных комбинациях. То есть на вход принимаются тоже какие-то признаки, вот, например, их здесь три штучки, то есть у матрицы нашей было бы, ой, три столбца. Потом они как-то с весами какими-то суммируются в новые ячейки памяти, скажем так, компьютеры. Потом они как-то искажаются, эти ячейки памяти, потом снова суммируются, потом снова искажаются. Вот так можно многоуровнево делать. Здесь вот двуслойная нейронная сеть нарисована. Ну и есть композиция решающих деревьев. Это вот, представьте, как приходите к врачу, как он принимает решение, он смотрит на какой-то анализ, там, если меньше 0,7, то там у него одна ветка принятия решения, если больше 0,7, то другая. Там, в каждом вот из этих подветок тоже там смотрит на какой-то признак просто по порогу, принимает решение. Редко смотрит на... Ну вот решающие деревья на практике, скажем так, смотрят, не смотрят на совокупность признаков, они просто смотрят на один признак по порогу и принимают решение. И вот, соответственно, где-то внизу можно сойтись к тому, что ага, скорее больные вот тем-то, 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 тем-то. Когда вы дошли до низа решающего дерева. Вот можно построить много, немножко разных решающих деревьев, потом усреднить их или с какими-то весами взять предсказание, и получаются очень сильные алгоритмы, которые много где на практике используются. Например, поисковая система Яндекс на этом работает, поисковая система Гугл на этом работает, очень много где, в общем, это работает. Все там почти конкурсы по анализу данных, про которые сейчас в параллельной аудитории рассказывает Саша Гущин, выигрываются именно такими подходами и так далее. Окей, возвращаемся к рекомендательным системам. Соответственно, у нас есть... Как мы можем воспользоваться вот этим подходом машинного обучения, чтобы решить задачу рекомендательной системы. Нужно нагенерировать каких-то признаков. Признаки генерируются вручную. То есть мы экспертно понимаем, ага, наверное, возраст человека может повлиять на то, что же ему рекомендовать. Или там его прошлые просмотры могут повлиять на то, что ему порекомендовать. То есть мы экспертно создаем там десятки или сотни каких-то признаков, и потом обучаемся по ним. Вот, например, признаки пользователей. Или, может быть, пол, возраст, как давно зарегистрировался и так далее. Затем признаки объектов. Ну, например, если это фильмы. Жанр фильма, продолжительность, режиссер. Что-то в этом роде. Дальше. Признаки контекста. Это тоже зависит. То есть если вы зашли на сайт, где рекомендательная система есть на выходных, вам порекомендуется нечто другое, нежели в будни вечером. То есть время суток, время года, погода и так далее. И можно составить вот такую матрицу обучающую. То есть есть обучающие рейтинги. Опять же, допустим, мы работаем в ситуации, где лайк-дизлайк. То есть целевая метка – это просто лайк-дизлайк. И здесь есть какие-то признаки пользователя, признаки объекта, признаки контекста. То есть есть вот такие исторические данные. Соответственно, когда нам придет новый пользователь в новом контексте, мы можем попытаться предсказывать для всех объектов степень лайк-дизлайк и выбрать топовые объекты по вот этой степени. Нужно, разумеется, понимать, что признаки могут быть более сложные. Например, могут быть парные признаки. Например, признаки пользователя и объекта вместе. Например, как часто этот пользователь смотрел фильмы этого жанра. Вот что-нибудь такое. Такое тоже полезно на практике бывает. Окей. Ну давайте подумаем. Сейчас вернусь на слайд назад. Давайте представим теперь такую ситуацию, что у нас нет никаких признаков, ни объектов, ни пользователей. А есть только история взаимодействий. То есть только вот… Сейчас вернусь немножечко назад. Только вот такая штучка. То есть мы не знаем, что вот эти пользователи, их рост, вес, как давно зарегистрировался. Не знаем про фильмы, про мороженое, там жанр, в общем их вкус, шоколадное, не шоколадное. А вот только знаем историю взаимодействий. На самом деле уже из этих данных можно сделать очень богатые выводы. Можно понять, что, наверное, если там два пользователя, там, двоим пользователям нравилось примерно одно и то же множество мороженых, а вот и один из этих пользователей еще пробовал какое-то третье мороженое, а первый не пробовал. Наверное, ему стоит порекомендовать, потому что вот у них вроде похожие интересы, наверное, этому тоже стоит порекомендовать. Такая интуитивная довольно логика. И вот можно на основе этого очень много чего интересного делать. Давайте рассмотрим такой, наверное, основной алгоритм, как это делается, наиболее популярный, скажем так, на практике. Сейчас немножко верхнеуровневых концептуальных вещей, чтобы просто донести идею, которая стоит за этим алгоритмом. Смотрите, давайте представим, что у нас для каждого пользователя и объекта есть какой-то вектор довольно небольшой длины, там 10, допустим, или 100, но не больше, который бы описывал разные параметры этого объекта или этого фильма. Причем векторы для объектов и для фильмов были бы одинаковой длины, и их компоненты бы соответствовали друг другу. Например, вот, допустим, есть вектор пользователя, и вот здесь вот в первом компоненте вектора написано «мужчина ли?», а в первом векторе объекта, то есть фильма, «мужской ли фильм?». Соответственно, чтобы понять, насколько вот эти две компоненты сочетаются с друг другом, можно их умножить друг на дружку. Вот здесь записаны какие-то степени того, что мужчина, из-за того, что мужской фильм. Можно их умножить друг на друга и получить как бы совместную их сочетаемость. Дальше, есть другая компонента, старше 50-ти, и там, является ли этот фильм скорее для тех, кто старше 50-ти? Сейчас не стоит думать над формализацией этого, это скорее общая концептуальная идея. Дальше, любят ли комедии, является ли фильм комедии? Любят ли боевики, является ли фильм боевиком? Соответственно, можно записать вот такой вектор сочетаемости, типа компонентной, а потом просто просуммировать. Если скорее в сумме положительное число, то скорее хорошая рекомендация. Если отрицательное число, то скорее негативная рекомендация. Вот такая простая идея. Ну понятно, то есть нужно учитывать, что, например, старше 50-ти минус 3, то есть совсем не старше 50, и этот фильм тоже совсем не для тех, кто старше 50. То есть они сочетаются, поэтому они с плюсом. То есть нужно понимать, что здесь важна разность знаков. То есть если два минуса, то это тоже положительное произведение число. Окей. Вот как бы теперь, на самом деле, алгоритм, самый популярный, который основан на матричных разложениях, как раз работает примерно таким образом, за единственным исключением. Вот я сейчас объяснил вот эти компоненты, что это мужчины, это старше 50, это любят комедии, да, и сказал, что для каждого пользователя, для каждого фильма есть такие векторы. Вот тот алгоритм, он обучает такие векторы, то есть как-то генерирует их, но не генерирует объяснение, что же там в этих компонентах записано. И, как правило, там что-то неинтерпретируемое. То есть просто какая-то сложная хрень, которая понятна только компьютеру. Но это некие компоненты, которые об одном и том же, об одних и тех же характеристиках и предпочтениях фильмов и пользователей, соответственно. Как это построить? Вот у нас есть матрица пользователей фильма, та самая, в которой я рисовал лайки, дизлайки. Просто она здесь побольше нарисована. Соответственно, на пересечении, то есть каждый элемент этой матрицы, это там, допустим, плюс или минус один, лайк или дизлайк. Разумеется, эта матрица очень разреженная, в ней огромное количество пустых мест, про которые мы ничего не знаем. Потому что каждый пользователь смотрит очень малую долю всех фильмов. Поэтому матрица в целом разреженная очень. И эту матрицу пробуют приблизить, хотя бы по тем значениям, которые не пустые, к произведениям двух маленьких матриц. И если вы вспомните линейную алгебру или те, кто не знают, как именно строится произведение матриц, вы поймете, что это ровно то же самое, что я описал. Здесь у нас будет матрица такой же высоты, что и количество пользователей. Здесь будет матрица такой же ширины, что и количество фильмов. И каждые вот эти маленькие векторы – это будут те самые латентные векторы, про которые я говорил раньше. И вот этот элемент – это будет произведение вот этих двух векторов. То есть покомпонентные. То есть мы делаем произведение всех покомпонентно, а потом суммируем. Называется скалярное произведение. То есть мы хотим подобрать такие две матрицы, чтобы их произведение очень хорошо приближало исходную матрицу. А смысл это несет, который я описал раньше. По сути, подбирая эти две матрицы, мы подбираем какие-то векторы, которые как-то описывают предпочтения пользователей. И вот, извиняюсь, и свойства фильмов, например. Вот такая идея. И на самом деле то, что матричные разложения работают так хорошо, как раз-таки все поняли в рамках этого Netflix прайса. Там есть много оговорок, но тем не менее. Собственно, оговорки в основном связаны с тем, что делать с этими пропущенными элементами в матрице. Можно просто учитывать только известные значения. И, собственно, ребята, которые участвовали в Netflix прайсе, они как раз так и делали. Можно взять и проставить в неизвестные значения нули. И, на удивление, это работает хорошо. То есть вы берете вот это огромное количество неизвестных значений, просто заполняете нулями, раскладываете матрицу очень хорошо изученными математическими методами. Просто это делается очень быстро и очень хорошо. И, на удивление, получается неплохо. Но, наверное, самые хорошие качества дают алгоритмы, которые делают примерно следующее. Они берут и во все неизвестные ячейки матрицы записывают отрицательный фидбэк с очень маленьким весом. То есть предполагается, что если вы не смотрели какой-то фильм, на самом деле, скорее всего, вам он не понравится. Но алгоритм в этом сильно не уверен, поэтому он берет с весом одна сотая или одна тысячная. Этот вес можно подбирать. То есть в целом вам скорее все, что вы не смотрели, не нравится. Вот такое предположение. Оно евристическое, оно продуктовое, но оно на практике очень часто выполняется. Все, что вы не смотрели, это скорее негативно для вас будет. Но с маленьким весом, потому что нельзя перебить реальный ваш фидбэк, где вы реально поставили дизлайк, явный фидбэк. Вот эту задачу про матричное разложение, которую я писал, можно рассмотреть, опять же, в такой формулировке машинно обученный, машинно обучательный. Где, на самом деле, просто эта задача с двумя категориальными признаками. То есть признаки не вещественные, вроде рост, вес или что-то в этом роде, количество кликов, например, просмотров. А это просто айдишники. То есть пользователь с айди таким-то посмотрел фильм такой-то, он ему понравился или нет. И эту задачу можно решить как раз матричным разложением. Это просто, я ничего нового сейчас не сказал, просто там другая формулировка. По-другому посмотрели на это. Задача машинного обучения с категориальными признаками, на самом деле, есть довольно стандартные подходы, как их решать. Например, можно делать так называемый one-hot encoding, который берет и каждый категориальный признак, то есть каждый айдишник трансформирует в огромное количество новых признаков бинарных, где вот все здесь стоят нолики, кроме одного места, единички. Где вот этот столбец соответствует как раз айди пользователю 1547. То есть вот этот столбец будет единичкой гореть, когда это пользователь 1, вот этот столбец, когда это пользователь 2, вот этот, когда это пользователь 3 и так далее. Для всех пользователей. То есть огромное количество бинарных столбцов. И аналогично для фильма. Вот такое кодирование. Поверх него можно запускать всякие алгоритмы, там линейные, полиномиальные, которые такую огромную матрицу скушают. И получается на практике хорошо. Более того, если там аккуратно поиграться с формулами, ну даже не то, что играться, просто посмотреть на это внимательно с точки зрения формул, то вы поймете, что то самое матричное разложение, это вот опять же просто вот ванход кодирования и квадратичный алгоритм поверх вот этой матрицы запущенной. Пользователь, все пользователи это единичная матрица. Не, нужно понимать, что она не единичная. То есть вот здесь нет единичной матрицы, в смысле вот единички на диагонали, такого нет. Потому что каждый пользователь мог встречаться несколько раз, он полайкать мог один фильм, мог другой фильм. То есть вот здесь вот не пользователи, каждая строчка, а здесь вот все элементы взаимодействия. То есть, условно говоря, если у нас пользователь А посмотрел фильм 1, 2, 3, а пользователь Б посмотрел фильм 3, 4, 5, то будет 6 строчек. По строке элемент взаимодействия. То есть пользователь такой-то посмотрел фильм такой-то, он ему понравился. Потом, может быть, пользователь тот же самый посмотрел фильм другой, он ему не понравился и так далее. Что еще раз? Здесь записаны индикаторы, какой это фильм. То есть мы берем все фильмы, делаем количество столбцов по количеству фильмов. То есть вот здесь, в нашей рекомендационной системе, фильмов 5. И значит вот эта строчка соответствует тому, что пользователь номер 3, фильм номер 3 тоже, полайкал или подизлайкал. Потому что это третья единичка. Это такой способ закодировать категориальные признаки в виде вещественных или бинарных. Зачем это кодировать? Потому что многие алгоритмы машинного обучения не умеют принимать на вход категориальные признаки. Им не имеет никакого смысла, что пользователь 123 меньше, чем пользователь 124. Физического смысла это никакого не несет. Это просто айдишники. А почти все алгоритмы машинного обучения умеют работать лишь с вещественными признаками. где они учитывают вот этот смысл, то есть значение признаков, порядковое какое-то. Поэтому их берут, разворачивают в огромное количество других признаков. Каждый из них бинарный, но можно сказать, что есть некоторый порядок внутри каждого признака. Имеет смысл там. Вот, как-то так. Я предлагаю дальше двинуться, если еще остались вопросы в этом месте, в некритичный момент. Другой способ взять и обучить рекомендателю... обучить алгоритм машинного обучения, который работает с вещественными признаками, для категориальных. Как это можно сделать? Можно взять те самые латентные векторы. То есть, напоминаю, у нас для каждого пользователя, для каждого фильма обучились какие-то векторочки. Эти векторочки, как правило, не очень большой длины на практике. Там 10, может 100, может несколько сотен, но не больше. И можно просто взять вместо каждого айдишника пользователя просто подставить его латентный вектор. То есть, этот латентный вектор как-то описывает его предпочтения. А потом, вместо каждого айдишника фильма подставить его латентный вектор. Этот вектор описывает свойства фильма. Как-то неинтерпретируемый, но описывает. Соответственно, поверх этого уже можно обучить алгоритм машинного обучения, который вот, не знаю, решающие деревья, те же, бустинг, хоть метод ближайшего соседа. Кстати говоря, в этой задаче он неплохо отработает. Который будет предсказывать. Скорее лайк или скорее дизлайк. Нужно понимать, что вот в том, что я описал, есть много оговорок, конечно. Наверное, одна из основных – это так называемая проблема холодного старта. То есть, представьте, что вам пришел пользователь, про которого еще нет никакой истории. То есть, вы не знаете вообще, что он лайкает, что он дизлайкает, какие у него склонности и так далее. А порекомендовать что-то хочется. Ну, здесь что интуитивно можно делать? Можно взять и показать ему просто разные и популярные фильмы. То есть, мы не знаем, он любит боевики или любит комедии, или любит еще что-то. Покажем ему очень популярный боевик, очень популярную комедию, очень популярное то, очень популярное все. Затем вот с этих разнообразных данных насоберем статистику о нем. То есть, мы уже поймем, он скорее посмотрел после нашей рекомендации боевик или не посмотрел. Там комедию посмотрел, не посмотрел. То есть, соберем статистику репрезентативную. И уже после этого можно быстренько будет пользователю что-то рекомендовать более персонально. Окей. Собственно, вот что мы сейчас обсудили? Мы обсудили, как я уже сказал, наверное, основные алгоритмы, которые люди подразумевают, когда говорят о рекомендательных системах. То есть, если у вас там есть разработчики, какие-нибудь знакомые рекомендательных систем или что-то в этом роде, вот они, скорее всего, занимаются примерно тем, что я сейчас описал. Разумеется, наверное, в каких-то деталях, но вот не вне, скорее всего. Давайте теперь поговорим про метрики качества рекомендаций. То есть, как можно измерять то, насколько рекомендация хороша или нет. Сразу скажу, что тема такая, очень противоречивая, то есть нет какого-то единого правильного ответа. Но давайте посмотрим. Если группа, то метрики можно разделить на два типа. Это оффлайн-метрики и онлайн-метрики. Оффлайн-метрики – это те, которые можно посчитать по историческим данным. Онлайн-метрики – это те, для которых нужно показать рекомендации реальным пользователям, собрать с них, посмотреть, как они себя после этого ввели, не знаю, смотрели фильмы, не смотрели фильмы, еще что-то такое. И сделать из этого выводы. То есть, оффлайн-метрики, разумеется, считать дешевле. Нам не нужно на реальных пользователях что-то запускать, может жертвовать их лояльностью, еще что-то такое. Это просто на исторических данных что-то почитали. Давайте поговорим про оффлайн-метрики. Первый момент. Я вот в предыдущей лекции рассказывал и сейчас тоже упомяну, как обычно тестируется качество алгоритма. Просто берем обучающую выборку, алгоритм машинного обучения, берем обучающую выборку, бьем на две части обучения и тест, обучаем на обучающей выборке и смотрим, насколько наши предсказания соответствуют тем целевым меткам на тестовых данных, которые реально есть. и считаем какое-то качество, количество попаданий каких-то. Так, а сколько у меня еще времени есть? 10 минут. 10 минут, отлично. Прямо шикарно. Вот в случае с рекомендательными системами нужно не забывать очень важный момент, то что вот это разбиение на трейн-тест нужно делать с учетом времени. То есть нельзя, чтобы в трейне, в обучающей выборке оказались оценки, когда пользователь оценил какой-то фильм, оценки, которые случились позже каких-то объектов в тесте. То есть иначе мы просто заглядываем в будущее. Такого на практике существовать не может. То есть мы алгоритму даем что-то из будущего, соответственно, а такое на практике невоспроизводимо. Например, представьте, что у вас какого-нибудь числа, допустим, не знаю, вот пятница 13-я, у Нетфликса распродажа, и они все хорроры со скидкой распродают. Что-нибудь в этом роде. Я сейчас фантазирую. Соответственно, жутко используемость этих, скачиваемость и просматриваемость ужастиков возрастет после такой акции. Логично? Логично. Вот нужно, чтобы вот эта акция, она не разбилась на раз... Чтобы не было так, что один кусочек оценок ушел в обучающую выборку, другой в тестовую. То, что в обучающей выборке алгоритм быстро извлечет закономерность, что вот конкретно в этот день, конкретно в эту пятницу 13-го прям жуткий всплеск. И на тестовой выборке все отлично предскажет. Хотя на практике мы в будущее не могли бы заглянуть. Вот это примерно об этом. То есть нужно бить на трейн-тест по времени. И это вообще все, что связано со временными рядами, с какими-то временными данными, где у вас есть время, нужно бить, как правило, на трейн-тест. Дальше. Оффлайн-метрики. Можно измерять так называемые point-wise-метрики. То есть метрики, когда вы просто смотрите то, насколько хорошо вы угадали фидбэк пользователя. То есть полайкает или не полайкает, просмотрит, не посмотрит, скипнет песню, не скипнет и так далее. А можно измерять метрику так называемого ранжирования или ранжирующую метрику. Хотя, наверное, с точки зрения русского языка ранжирующая не очень корректно. Скорее, жаргон. Можно брать, по некоторому критерию, отсортировать объекты для пользователя и смотреть, насколько наша сортировка в соответствии с нашими предсказаниями рейтингов похоже с истинной сортировкой. То есть мы, допустим, знаем, что пользователь в ближайшее время по историческим данным мы знаем, что он слушал песню X, песню Y и песню Z. А мы предсказали, что он послушает песню Y, песню Z и песню A. Вот получили, что там угадали, допустим, это уже зависит от конкретной формулы метрики, допустим, два из трех, если смотреть на топ-3. Можно разные формулы придумать, которые более важный приоритет будут давать к топу предсказания. То есть если мы в топе угадали там топ-1, то это хорошо, топ-2 менее важно, топ-3 еще менее важно. Ну вот какая-то такая идея. То есть нам не важно, какие оценки непосредственно мы предсказали, какие рейтинги. Нам важно, чтобы топ был тот же самый. Вот такая идея. И ранжирующие метрики на практике куда более правильными и скоррелированными оказываются с хорошими рекомендательными системами, скажем так. Нужно предсказывать именно ранжирующие метрики. Ну и здесь есть небольшая байка на тему как раз конкурса Netflix. У них в конкурсе была point-wise метрика, то есть нужно было просто предсказывать рейтинг. И вся индустрия ломанулась, сделала кучу алгоритмов, которые хорошо предсказывают рейтинг, а потом даже сами участники конкурса писали, что предсказывать рейтинг это плохо с точки зрения пользователя. Это реально так себе идея. Нужно оптимизировать ранжирующие метрики. И все эти наработки, алгоритмы, которые так популярны после конкурса Netflix до сих пор, на самом деле они оптимизируют не то. И они на практике работают даже хуже, чем какие-то тупые евристики. Потому что просто по сути выбор метрики. То есть вот ребята Netflix запустили конкурс с не совсем правильной метрикой, и вот в итоге до сих пор индустрия расхлебывает тем, что люди думают, что используют хорошие алгоритмы, а на самом деле делают фигню какую-то. Есть такая особенность. Другие оффлайн-метрики. Нужно понимать, что рекомендации это не только качество угадывания рейтинга. Это большое количество других особенностей, которые порой тяжело формализовать. Некоторые, наверное, стандартные четыре из них формализованы. Это diversity. То есть насколько разнообразные рекомендации. То есть если вам порекомендуют после прослушивания песни, не знаю, к примеру, с такого-то альбома Мадонны, песни номер три, вам порекомендуют песню номер четыре, песню номер пять, песню номер шесть, это будет отличное предсказание. Скорее всего, в среднем большинство пользователей именно так и слушают. Но это плохо, это не разнообразное предсказание. Продуктовое, интуитивное, это плохая рекомендационная система. Дальше есть novelty. Это просто то, насколько новое для вас. То есть если вы слушаете там какие-то фиксированные набор группы, вот узнали ли вы, что вам порекомендуют, будет ли это для вас впечатляюще. Serendipity, это инноволти и релевантность в одном лице. То есть чтобы для вас это иного было и еще реально было классно, вам это нравилось. И coverage. Это означает, что в целом у нас рекомендательная система умеет рекомендовать разные. То есть если мы посмотрим, что в целом наша рекомендательная система рекомендует всем пользователям, мы уверим, что она покрывает более-менее все, что она не упускает, что нет такого, что она рекомендует, там 10% топовых фильмов, а 90% вообще никому не попадают никогда. Вот этого тоже хотелось бы избежать, наверное. Хотелось бы такого тоже разнообразия в некотором смысле. Есть такие метрики, их тоже меряют, они тоже важны. Теперь давайте поговорим про онлайн-метрики. Онлайн-метрики, если грубо, то можно разделить на две части. Ну точнее, одна, конечно, основная все равно, деньги, нужно максимизировать деньги, как правило, везде. Но если чуть более приближенно, то на самом деле есть две. Это деньги и это удовлетворенность пользователей. Ну понятно, в общем, мы что-то рекомендуем, пользователи это должны купить или не купить после рекомендаций. Интернет-магазин, например, на этом зарабатывает. Вот эти онлайн-метрики, как правило, чтобы их хоть как-то алгоритм мог оптимизировать, мы могли там что-то аккуратно сделать, расписать, должны декомпозироваться в сумму по пользователям. Деньги легко декомпозировать. То есть суммарные заработанные деньги это сумма денег, заработанная с каждым пользователем. Вот это хорошо. Или даже декомпозируется на показ. Это вообще отлично. То есть сумма денег по каждому пользователю декомпозируется на все показы, ему рекомендации за все его сессии. То есть это просто сумма денег, заработанная со всех показов нашей рекомендационной системы или рекламы. Вот. Вот как бы если у нас есть декомпозиция на показ, это вообще отлично. Дальше. Нужно понимать, что онлайн-эксперименты, как я уже говорил, дорогие. И чтобы что-то подобрать, допустим, мы не знаем, какой алгоритм лучше использовать. Самый простой, банальный и не могу сказать, что лучший, но один из способов это АБ-эксперимент. То есть на одной группе пользователей запустить один алгоритм, на другой другой алгоритм. Насобирать статистику об их поведении, там не знаю, что пользователи из группы А принесли денег больше, чем из группы Б. Все, выбираем алгоритм, который работал на А. Здесь много есть нюансов. Нужно не забывать проверять статистическую значимость результатов. То, что может вы накопили какие-то данные, но это просто случайность. Еще данных маловато, чтобы сделать выводы. Более того, недостаточно разбивать выборку рандомно на две части, предполагая, что примерно поровну разобьются, примерно одинаковые будут по свойствам выборки. Часто на практике нужно использовать алгоритмы, которые делают разбиение более рандомным, то есть искусственно более равномерным, чтобы там мужчина и женщина поровну оказалось в А и Б, и вот всего такого, чтобы быть более уверенным, что свойства выбора к А и Б равномерные. Ну и давайте сейчас поговорим про алгоритмы предсказания влияния на поведение пользователей кратенько. Это как бы некий следующий шаг. Можно предсказывать, как я уже говорил, не поведение пользователей в будущем, а то, как наша рекомендация повлияет на действия пользователей. То есть вот после нашей рекомендации они поставят ей лайк или нет. Не просто поставят этому фильму лайк или дизлайк вне зависимости от нашей рекомендации, а вот именно после нашей рекомендации или после нашей рекомендации сервис заработает больше денег или нет. И вот это целевая история, которую должны делать рекомендательные системы. К сожалению, ее делать немножко сложнее в силу разных причин. Основной инструмент – это оплифт моделирования. Мне кажется, немножко недооцененный с точки зрения индустрии, но постепенно восстающий из пепла. И эти все алгоритмы адаптивные, то есть они балансируют между exploration и exploitation, то есть использованием и исследованием пространства. То есть алгоритмам всегда есть выбор – порекомендовать пользователю что-то, что мы знаем, что больше всего ему понравится, или же порекомендовать пользователю что-то, о чем мы не уверены, понравится ли ему, но зато мы соберем статистику. То есть мы, порекомендовав ему это, мы поймем его действия относительно этого фильма, к примеру, и у нас уже будет статистика. И значит в будущем для похожих пользователей мы уже сможем быть уверены в этом месте. То есть алгоритм постоянно балансирует между экспериментированием таким, то есть подкидыванием чего-то более рандомного, и использованием максимально оптимальным всей статистики, которая у него есть. Есть всякие модные слова вроде reinforcement learning, active learning, basin optimization. Вот это все про это. Ну и тогда проблемы холодного старта тоже нет, потому что алгоритм понимает, у него нет никакой статистики, давайте я накидаю просто каких-нибудь там разнообразных фильмов и статистику насобираю. Давайте, наверное, это опущу. Как это работает? Ну и заключение. Заключительная секция. Буквально, наверное, 3 или 4 слайда осталось. По поводу улучшения качества рекомендаций. Я большое количество нюансов опустил. Например, можно учитывать сессии пользователя. То, что пользователь вот сейчас зашел на сервис, вот это его текущая сессия, вот не вчерашняя и не завтрашняя. Вот учитывайте этот факт, то, что он сейчас в рамках одной сессии находится. Это довольно важно на практике. Дальше, конечно же, можно генерировать более сложные признаки, чем вот я там приводил в начале в примере. Дальше можно, ну как я упоминал, кажется, на предыдущем докладе, что часто борьба за доли процентов качества вот этого предсказания, она экономически не оправдана в рекомендательных системах. Есть очень мало, скажем так, индустрии и компаний, где имеет экономический смысл посадить команду крутых дейта-сайентистов, которые будут тюнить доли процентов качества в рекомендательной системе, где вот эти доли процентов качества давали бы кратно больше value по сравнению с затратами на этих дейта-сайентистов. Ну, например, Яндекс.Директ, интернет-реклама. Там это оправдано. Люди сидят, там большие отделы и улучшают доли процентов качества. Ну и, как я уже говорил, вот эти адаптивные алгоритмы, это очень важно. И хорошая рекомендательная система без них не обходится. С инженерной точки зрения. Как правило, рекомендательная система это просто какой-то сервис, который работает на сайте, куда пользователи заходят, могут получать какие-то запросы. И поэтому нужно просто с инженерной точки зрения, чтобы это работало хорошо, быстро, правильно. Ну, если грубо, то можно, наверное, выделить следующие требования. Первое – это просто гибкость относительно поддержки разных кейсов использования. То есть, если вы запрограммировали рекомендацию какой-нибудь баннер из трех мест справа, вот не хочется потом писать с нуля новую рекомендательную систему, которая будет в другом месте, баннер чуть по-другому продуктово сформирован и генерировать. Хочется один и тот же код использовать. То есть, хочется гибкости в этом месте. Первый момент. Второй момент – скорость вычислений. Как я говорил, что рекомендательные системы работают примерно так. Они предсказывают какую-то степень сочетаемости. Вот вы зашли на сайт, и у вас происходит предсказание на фоне степени вашей сочетаемости со всеми фильмами, которые есть в коллекции. Там, у Кинопоиска, к примеру. Это долго. Фильмов в Кинопоиске много. А пользователей тоже немало, которые одновременно сидят, и им нужно что-то рекомендовать. Особенно, если там какие-нибудь акции, все зашли мгновенно. Соответственно, нужно как-то это делать быстро. И вот как бы есть специализированные алгоритмы, которые это ускоряют, чтобы это просто считалось быстро. Ну и простота добавления новых сигналов. То есть, допустим, мы поняли… Это вообще простой пример. Есть… Все знают, что там в интернете, все торгуют данными друг друга. Вот, допустим, какой-нибудь сервис по рекомендации фильмов XYZ. Он купил данные у какой-нибудь компании-партнера и по кукам, по кукис проматчил данные своих пользователей с вот этими купленными данными. Теперь у него есть, не знаю, к примеру, данные об использовании поисковой системы Яндекс, к примеру. Хотя Яндекс не торгует данными, но это как пример. Соответственно, это полезный сигнал. Мы знаем, что там пользователь вбивал в поиск и все такое. Это прям круто. Это реально почва для того, чтобы улучшить рекомендации. Соответственно, не нужно переписывать с нуля рекомендательную систему. Хочется быстренько туда добавить каких-то сигналов, которые новые появились. Или уже мы, не знаю, мы научились что-то новое логировать с поведения пользователя на сайте, как-то внимательнее это делать. Тоже это хочется добавлять быстро. С точки зрения продукта, как бы рекомендации в том виде, что вот есть какая-то коллекция того, что можно порекомендовать, например, фильмы, музыка и так далее. И нужно это в правильном порядке подсунуть. Вот эта задача во многом себя исчерпала. Люди научились ее плюс-минус терпимо делать. И никаких next big thing здесь не произойдет, как мне кажется. А произойдет довольно большой прорыв в персонализации непосредственно контента. То есть когда у вас есть фиксированный набор песен, исполнителей или фильмов, их порекомендовать как бы это не big deal. Проблема, когда вы не очень понимаете, что порекомендовать. Допустим, вам нужно, не знаю, какой-нибудь персональный тариф подобрать для человека в сотового оператора. Вам нужно понять, сколько он готов потратить, какие его предпочтения и финансовые возможности, и вот это порекомендовать. То есть это мы уже одновременно и контент готовим. Это первый момент. Второй момент. Давайте на третий пункт перепрыгнем. Это непосредственно действительно контент. То есть вот если подумать, так пофантазировать немножко, подумать, как все будет в будущем работать. Вообще вот рекомендация, персонализация. Как бы все будут ходить с некими суперумными финансовыми помощниками, там суперумный Siri. Он будет знать все ваши предпочтения, будет рекомендовать вам лучше, не знаю, рестораны ваши, там, где вы примерно находитесь, знать ваши примерные планы, знать ваши предпочтения и так далее. То есть рекомендательная система – это нечто существенно более гибкое, чем из набора песен выбрать хорошую для того, чтобы быть следующей в плейлисте. То есть контент, который мы должны предлагать пользователю, он существенно более гибок должен быть. То есть это разнообразен, гибок и так далее. Его нужно начинать генерировать автоматически. И это некий челлендж. Как бы вот этим все занимаются, в том числе мы у себя занимаемся и так далее. Ну и объяснение, рекомендации – это тоже отчасти как генерация контента. Просто на практике оказывается, что если вы вместо того, чтобы просто пользователю сказать, вот мы рекомендуем вам посмотреть это, это и это, объяснить почему. Потому что, например, вы любите фильмы с этим режиссером, а еще вот этот фильм, потому что он очень подходит по жанру, и там ваш любимый актер и так далее. Это работает куда круче. Такое есть продуктовое замечание, и это так пробуют делать. Собственно, спасибо за внимание. Спасибо, Александр, за лекцию. Очень интересно. Вопрос из зал, пожалуйста. Да. Вопрос, собственно, В. Когда вы делаете рекомендации, предсказываете, где вы пользуетесь, что это, собственно, делается вашей рекомендацией, как вы избегаете, ну, коллапс, например. Вы рекомендуете список музыки, да? Он начинает стыкать мелодии, которые ему не нравятся, и у вас начинает круг сужаться, 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 не знаем. Вот Google, например, этим страдает. Это как раз вот те самые метрики diversity, coverage и так далее. То есть data science, это, короче, глуум музыки, сидят и следят, чтобы в целом не просаживалась эта метрика. То есть они имеют следят, чтобы был доверзкий, чтобы… Вот за подобными метриками следят, да. Ну, разумеется, они следят там во многом не вручную, а автоматически. Просто алгоритм, если смотрят, слишком сузилось, то он как-то расширяет это. Ну, что-то в этом роде. Ну, в целом, да, это известный такой эффект, что в целом вот все эти рекомендационные системы, там ваши ленты в Facebook персональные, все-все-все, как бы все сходятся к какой-то воронке, вот что там все в целом лайкают, или вы в целом лайкаете. То есть очень вот тяжело расшатать ваш кругозор. Есть такая особенность продуктовая, да. На нее нет идеального правильного ответа, вот как-то пытаются делать. Я с ним вопрос. Давай еще. Да. Все-таки предпочтения не часто меняются, а много тренды возникли. Переобучение спецмоделей как часто это делать? Как вы это делаете? Здесь зависит от разных нюансов. Например, если, как бы на практике, если говорить про какие-то мощные системы, которые прямо в продакшене работают на большом количестве пользователей, то там многоуровневая штука. Там есть основная рекомендательная система, которая переобучается редко, типа раз, не знаю, в сутки, в неделю, ну, она медленно это делает. А есть какой-то маленький гэп, который немножко поправляет основную рекомендательную систему, и он умеет переобучаться чуть ли не на лету. Он работает быстро, он очень неточный, но умеет основные тренды найти. То есть если, не знаю, допустим, это рекомендация новостей, мы видим, что какая-то новость в топ взлетела. Это происходит за минуты. Там какая-то срочная новость. Нам нужно всем пользователям ее порекомендовать. Ну или многим. Нам нужно ее не потерять, нам не подойдет неделю ждать переобучения рекомендательной системы, там, понятное дело. Для этого работают алгоритмы такой свежести, которые, ну, это прям, в Яндексе есть отдел, свежесть, короче, поиск, чтобы свежие штуки не просаживались. Это такой, как бы, ad hoc подход, то есть он не делает честно, прям, быстрое предсказание для всего. Это вот некий подход, который пытается понять, что действительно что-то изменилось, и чтобы вот не потерять то, что изменилось, он подкидывает это наверх. То есть вот такие более простые алгоритмы. Вот как-то так это работает. Александр, вы говорите, что в основном с банками работаете? Да. Это не первый раз в другой жизни? Вот из банковской сферы, можно сказать? Из банковской сферы, вот куда сейчас весь банкинг движется, это, вот я привел пример там, смс, когда возьмите кредит, а как бы куда сейчас все движется, что у банков есть очень-очень ценные данные о поведении клиентов, о ваших транзакциях по пластиковым картам. Этих данных нет ни у кого. Если вы посмотрите на тот же Яндекс, Гугл, они все соки выживают у своих данных, делают крутые сервисы, монетизируют эти данные, рекламы и так далее. У банков данные не менее ценные, и они с ними почти ничего не делают, и как бы это активно меняется. Что будет в ближайшем будущем? В ближайшем будущем у банков, ну в основном через мобильное приложение с большой вероятностью, вы будете получать сообщения вида «Я твой банк, я знаю, что ты ходишь в фитнес-клуб по твоим транзакциям, а еще я знаю, что ты купил билеты за границу, а еще я зашел на сайт твоего фитнес-клуба и увидел, что там можно заморозить абонемент, потому что ты же уезжаешь за границу в ближайшие там на несколько недель, заморозь, все. Банк с этого не зарабатывает ни копейки, но он зарабатывает лояльность пользователей. То есть пользователь будет таким, кто заходит в это приложение обратно и обратно. Разумеется, это очень мелкий советик, то есть он вообще не делает никакой большой выгоды кому-то, поэтому советов таких должно быть огромное количество, должны быть десятки тысяч разнообразных, персонализированных. И как бы сейчас банкинг движется туда и в России, и в Европе, и не только. Давайте закончим этот вопрос. Да, давайте закончим, потому что время закончилось, уже в кулуарах обсудим.